Которую все ненавидят, но она чуть-чуть упрощает жизнь. Когда приходится взбиваться в роботу, в прочих ботах. Тот с чего все начиналось? Игра еще интернет совсем маленький, не было никаких проблем с ботами. В интернете были только тролли. Можно было в принципе особенно заморачиваться какой-либо одним защитой. Что началось позже? Позже, когда начали активно развиваться интернет, начали появляться голосования, учетки, всякие социальные штуки. Началась веселая штука, когда кто-то регистрировал, кто-то заводил в свои ботов и делал все, что он хотел, все как хотел. Начинались накрутки голосований, куча фейкл-учеток появлялись у кого-то, не помню, нет, откуда. Из-под них уходили спам, реклама и тому подобное. Но помимо всего этого, это также нехило съедало мощности псевдоров, в частности на каких-то тяжелых операциях. Как боролись? Начали применять различные операции. Во-первых, кто-то писал какие-то самописные карты, просто генерировалась картинка, мы всегда знали, что за картинка, и пытались попросить пользователя ее ввести. Позже это перестало иметь смысл, потому что картинки легко спознавались даже ботами. Потом начали появляться куча самописных штук, пазлов в игровой форме, которые боты уже должны решить, но возможно все-таки это решало. Я о таком вопросе не заморачивался, не искал. А помимо этого, был такой способ, когда на форме были невидимые элементы, которые пользователь никогда бы в жизни не увидел. Но бот, не зная этого, читал всю HTML-ку и заполнял невидимые поля, которые не должны быть никогда заполнены. Я провел форму, а это был первый декад от того, что нам зашел робот и начинает что-то у нас герпеть. Плюс анализировал время нахватывания пользователя на форме на сайте, время, которое он потратил на заполнение тех или иных полей ввода. Там прочие аналитики, которые запрещались в КРФ, кроме паяльников и тому подобное. В 2009 году Google купил Recaptures, известный всем. Это некоммерческий проект, который изначально представил Recaptures, основным смыслом, который был защититься от роботов и помочь в осознавании текстов сканированных книг. То есть у нас было два слова. Одно из них более-менее известно было системе, а второе непонятно. Надо было везде непонятное слово. Ну и в том числе и везде, и на основании этого проходила валидация. Но иногда Recaptures ввела себя слегка странно. И чтобы ее ввести, надо было там раз по 10-20 нажать кнопку вновить, чтобы появился текст хотя бы как зачитаемый. Потому что поскольку все сделалось автоматически, не всегда были гарантии того, чтобы текст нормально воспринять человека. Подержите, пожалуйста. Да, подержите. Потому что у меня немного грязные руки. Оторопимся не подавать. Дальше, я украла свою функцию. За исключением того, что она вызывала много нареканий людей. Некоторые ее скифка не правильно использовали. Но в то же время они уже были две плюсы. Она была достаточно властая. Мы просто инклилили там пару паликов. И использовали указанный там хорошо документированную разметку. Вставляли вручный гид. Вставляли там любые опции настройки. загрузки, все это дело ремерирует, нормально отображается. Но, несмотря на это, позже начали появляться биржи, биржи распознавания рекарчи, когда куча людей, индусов и прочих домохозяек сидели и распознавали эти буковки где они отправлялись, отправляли и, опять же, я могу использовать при попытках, инвестициях, в местах, где делать карточки. Все это было сложно, потому что все равно лежи. Еще один интересный баг. Несмотря на то, что API был вполне легко, но он не позволял добавить с малой кровью несколько биржи на одну страницу. Это было связано с тем, что создавался единый глобальный герб и капчанка страницы, и он искал первый герб, при капче и рендерил, и все, и не могли ничего дальше делать. Второй вопрос. Это можно было обойти, предподеляя поведение и все это дело, отлавливая токен, который выходит на сервер, поэтому токен вытаскивает картинки, вставлять это все дело, и как-то добавлять вышеречные логики, контролировать все это дело. Если этот карточек нескольких местах, может быть, все это превращалось в общем баг. Ну и, собственно, та проблема, как я уже сказал, не всегда текст был читабелем. Очень часто. Не читабель. В 2013 году капчанка претерпела небольшие изменения. Команда, отвечающая за секьюрность, разработала некоторые новые алгоритмы, которые были внедрены. Они позволяли отделять социально безопасные сети, из которых прежде не было массовых атак и тому подобных. В этом случае капчанка оказывалась простенькими цифрами, она не усложнялась. То есть можно было без проблем все это войти. Как только начинали эти более массированные запросы, можно даже это было легко на своем компьютере симулировать, там 10-20 раз подряд управляешь капчанку с цифрами, и у тебя начинают уже слать нечитаемые абсолютно буквы. Это были первые изменения. И в декабре 2014 года была представлена новая версия, анонсирована была в ноябре. Окончательная версия привела в декабре. Так называемая NoCapture Capture, которая позволяла буквально одним кликом мыши, потому что это не робот. Но это мог предъявить даже человек. В случае, если капчанка не до конца была уверена, что вы человек, она могла предложить тот же самый пазл для решения. Котики, супчик она иногда просила показать ей. И так далее. В случае, если все совсем плохо, она совсем не уверена, мы... она нам снова покажет нечитаемые буквы, которые, в которых она, собственно, и уходила. Но такое случается редко, и это опять-таки надо массово удалить запросы. Помимо этого, был качественно переработан виджет. Теперь можно без проблем добавлять сколько угодно их на одну страницу. Слепка изменился механизм верификации, поскольку мы не вводим никакого текста на нашей стороне. Этот текст не надо отправлять никуда на сервер. Соответственно, структура взаимодействия всегда в платье работала. Но лучше все клетки виджет и был переделан серверная часть. В качестве примера, вот, например, если тебе будет интересно, чтобы разместить капчу, мы просто добавляем, собственно, сам скрипт, API от капчу, добавляем элемент с нужным классом или GIF указываем. Указываем ключ, полученный при регистрации. Ну, все, загружаем в страницу. В результате валидации мы получим ответ от сервера, который необходимо будет позже проверить пост запроса, поскольку ответ может истечь или его вообще может не быть. Если у нас все добавлено в форму, нам еще в форму придет рекапчерез, который будет валидироваться путем отправки на данные адрес-боз запроса. Все стало капу проще. Помимо всего этого дела можно приобретелить поведение капчи, можно добавить callback, который будет срабатывать при загрузке. Помимо всего этого добавляется рендер отличная бодру нового. Дальше я покажу просто пару примеров, чтобы нажимаем. Плюс поддерживается работа при отключенном на клиенте явских таб. И приnor, чтобы нажимаем все данные и депутаты при закрепленном на клиенте. При капче нужно сходить на губов, поэтому интернет для работ нужно. Интернет можно для работы, а интернет для капче не надо. На локальном компьютере от бутов защищаться. Хотя если ты пьяный придешь, ты можешь сойти за бот. У нас появляется капча, нажимаем значок. Вот. Она видит, что у нас открытости в лодлинке, видимо куча всяких ботов живет. Нам необходимо выбрать что-то. Пиццу, да? Выбираем пиццу. Ниже, 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 ниже. Смотри, робот. Все, давай, пикай. Ура! Я не робот. Как ее? Капча должна занимать, как обычный капча. Стилер настраивается и все перебютит. Здоровые картинки, они так много занимают форму. Форма в 3-4 поле. Можем переключить свои деньги, загрузиться. При загрузке нам любое сообщение, например, будет выведет. Дальше мы можем капчу как нам угодно получить. Ну, тут он не верит, что мы не робот. Можем добавить несколько капчу без проблем на одну страницу. Может у нас есть на одной странице в форме обратной сайта и в форме регистрации? Ну, конечно. Это символ. Приложение. С формой обратной регистрации на любой странице все сбоку. Она возвращается при валидации к местам, которые необходимо управлять при проверке. При внесении этих данных и так далее. Да, пользователь должен вот этого прочитать, а шифровать. Да, он прочитает. Это робот, да? Да. Тут у нас что? Суши. Так что, почему как привести? Трекут. А, ну, это что, на самом деле, воут, да? Что, на самом деле, вовсе не было. Нет, вы не роботов. Хорошо. Ну а здесь вот мы должны все это нажмали, все это делать. То есть мы можем подписаться на события любые и обрабатывать их по сфолью. Иногда, если там у пользователя, например, может не показываться вот эта кнопочка, checkbox, я не знаю, в каких-то случаях включаться, почему-то не день я нашел в сайте, может приобрететь всегда поведение и загружать, дай-ка по умолчанию такое большое заход. Ну и в случае, если нет UGES, UGES отключен, можно проверить настройку. В этом случае вставляется небольшой фрейм. Вводим наше подтверждение. Все, теперь он понял, что это точно блокно. В общем, после того, как мы введем, он нам здесь выведет ключ. Этот ключ необходимо быть вручную ввести здесь и там UGES одни не сходны. Я сомневаюсь, что у нас остались приложения и люди, у которых отключен UGES. Вроде бы все, если есть какой-то вопрос. У меня вопрос. Ага. Как она определяет, когда щелкнует галочек? Ну, во-первых, идет анализ саджимости, то есть как ты ту же мышку двигал. Анализ сети, откуда запрос изначально пришел. Это вот использовал еще в предыдущей версии, когда он показывал простую капчику. То есть это основа. То есть вот мы взяли и выбрали, короче, в отдельную тушку, которая определяет человек или робот. А остальные факторы, они не раскрываются. Плюс интересная такая штука. А, сейчас покажу. Сейчас. Вот если посмотреть какую-нибудь капчу. Здесь. Сейчас я сюда найду. Вот если посмотреть на вот этот пиай, который указывает. Да. Выбирает сюда. Вот, если посмотреть сюда, вот тот адик, который мы включаем. Вот эта версия скрипта, которая анализирует поведение, она постоянно обновляется. Здесь уже свежая версия, конец марта 15-го года. То есть алгоритм постоянно изменяется, анализируется. Нам необходимо включать вот тот адик, который был указан. Он уже будет набирать самые последние версии, самые последние изменения. Каждый раз оно разное. Если кто-то хочет схитрить вот этот конкретный адрес, всегда не понять, что не точить. Он может получить иногда, после того, как вес отновится, вот это дело уже не рабочее, он будет получать через ошибку при загрузке. Ну и так делать не стоит. Прямо удаляется. Не пойму удаляется. Что значит слово CAPTCHA? CAPTCHA? Да. Я не знаю, что значит слово CAPTCHA. Completely automated public turing test to tell computers and humans apart. Полностью автоматизированный экземпличный тюринг тест для отвлечения людей. Да, Дидь. В стилизации возможно эти картинки CAPTCHA? То есть, может быть, она нам не вписана самым дизайн там? Да, можно, можно. Ну, в предыдущей версии можно было легко вот именно вот эту картинку брать, потому что, когда она загружается, мы получаем токен, с которым она будет загружаться именно с сервера. По этому токену, там есть длинный этот URL, мы его туда вставляем. Он нам возвращает картинку. Вот этот . Мы его вставляем куда нам угодно, и мы встраиваем его в наш дизайн. Далее там старое поле, и... Нам же его надо будет отправлять потом на сервер с этими буквами, которые мы ведем, для проверки. Вот. Ну и нам уже там сразу, получается, приходит ответ. Если нам где-то надо хранить, то... Все свои варианты. Если это там... Сразу пост какой-нибудь, да? Если выходит. Ну и сразу это все дело отправляем. Если какая-нибудь там сложная форма, так, огромная. Мы же сохраняем какую-нибудь себе токену, на секунду клиенту токену даем. На сервере сохраняем токен. Ну, потом уже сервер парк потеряем. Вот. Многие иногда встречаются и сайты, где есть капча, и есть форма. Там почему-то люди, видимо, не знают о юзабилити. Слушай, случается такой страшный случай, когда сидишь, заполняешь форму, а потом ошибаешься в капчу, и тебе форма... Здравствуйте. Как делать, ну, стоят? Ну, таких мало, но генега встречаются. Вонет. 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 Ну, я нигде не нашел бы. Ну, не тем, почему не знаю, что... На сайте генега в кипсиках. Да, да, да. На веганском сайте генега в кипсиках. Да, да, да. На веганском сайте генега в кипсиках. Опасно. Там... Там... Классно было. Классно было. А? Классно было. Ну, да, ну, там-то лучше, чем-то. Могут добавить? Угу. 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 Угу.